В связи с карантином все фитнес-клубы Республики закрыты. И тут возникает вопрос, как же? Спорт это одно из главных средств для повышения иммунитета. Это бесспорно так. Все же ситуация такова, что все, что не делается, это ради нашей же безопасности. Но выход есть. Спорт на свежем воздухе. Уже несколько дней команда фитнес-клуба Реформа тренирует людей на городском стадионе. Согласитесь, отличный выход из сложившейся ситуации. Групповые и индивидуальные занятия проводятся каждый день. Кардио, силовые нагрузки, статические упражнения. Все как в фитнес-клубе, только без тренажеров. Отводим максимально таз. И за счет передней ножки мы встаем. Выдох. Вдох. Растянулись. Выдох. Здесь возможностей будет меньше, чем в тренажерном зале. Но мы собрали весь максимально комфортный инвентарь, с которым можно позаниматься также на свежем воздухе. И, как правило, лучшим тренажером является тренер. Поэтому у нас тренеров достаточно, и фантазии у них тоже очень хорошо развиты. Поэтому максимальное количество упражнений, которых можно вывести на улице, провести, сделать. То есть все это присутствует. Много аксессуаров, есть фитнес сейчас на данный момент, есть гантельки, есть резиночки всеразличные. То есть на все группы мышц вполне можно потренироваться, очень даже здорово. Подтянуть фигуру к лету – основная цель многих. Поэтому идею тренировок на свежем воздухе посетители тренажерного зала подхватили с воодушевлением. Главное – результат, говорят спортсмены. А уж где проходят занятия – дело второстепенное. Возможно, в данном случае даже лучше, потому что погода прекрасная, погода позволяет заниматься. И сложившаяся ситуация – это совершенно не повод останавливать тренировки, а может быть даже для кого-то повод заняться спортом, да, кто давно хотел это сделать. К одну ножку вперед мы ставим. Сейчас мы проработаем с вами плечевой пояс. Первое упражнение у нас будет задействовать средний пучок. Мы будем отводить ручки в стороны. Рука прямая, выдох. Локоть слегка согнут должен быть. И локоть идет первый. Выдох. Отлично. Еще. Легкая пауза вверху. Фуф. Еще. Да, корпус напряжен. Городской стадион – не единственная альтернатива фитнес-клубу. Парки, скверы, спортивные площадки – все это в нашем распоряжении. Единственное, тренируйтесь группой не более пяти человек и соблюдайте расстояние не меньше метра друг от друга. Тогда ни один вирус к вам не подберется. А отличная спортивная форма и хорошее настроение гарантированы. Здоровые мы! Здоровое будущее! У-у-у!